Привет, друзья! Меня зовут Воробьев Михаил. И сегодня я хотел вам показать урок базовой обработки ночного кадра на примере этой фотографии. Это Белая пустыня, центральная часть Египта. Совершенно фантастическое место, где мы побывали недавно в экспедиции с клубом Emberworld. Главным критерием при выборе этой точки стал вот этот каменный столб. Снимать просто звездное небо не так интересно. Поэтому мы искали какие-то доминирующие объекты в кадре, которые эффектно смотрелись бы на фоне звездного неба. Кроме того, мы принесли палатку, установили у подножья. Таким образом мы создали законченную композицию. Для создания светотеневого рисунка мы использовали два источника света. Первый фонарик мы разместили в палатке, чтобы она подсвечивалась на общем темном фоне. Вторым источником света мы освещали каменный столб с правой стороны. Мы светили именно боковым светом, чтобы подчеркнуть его структуру. Итак, давайте взглянем на технические параметры кадра. Нажимаем клавишу I. Что мы видим? Фотография была сделана на объектив 16-35. Это широкоугольный объектив. Фокусное расстояние 16 мм. Я использовал именно это фокусное расстояние, чтобы максимально в кадр помещался не только наш пейзаж, но и максимальная часть звездного неба. Выдержка 30 секунд, диафрагма 3.2, ISO 5000. Также я использовал штатив и фокус выставлял в мануальный режим. Прежде чем мы приступим к непосредственно обработке, давайте взглянем на этот кадр и определим план действий, что именно мы хотим здесь исправить. Что требует коррекции, что именно в этом кадре нас не устраивает. Итак, для себя я определил три шага обработки. Шаг первый. Мы выравниваем общий свето-теневой рисунок, делаем фотографию немного светлее, подправляем контраст и меняем баланс белого, так как для ночного кадра здесь слишком теплый оттенок. Второй шаг. Проработаем звездное небо. Сделаем его ярче, выделив млечный путь над столбом. Третий шаг. Усилим световые акценты, которые мы подчеркивали внешними фонарями. То есть мы осветлим пространство на песке вокруг палатки и усилим световой рисунок на столбе от второго источника света, для того, чтобы более четко подчеркнуть его объем и структуру. Первое, с чего я начинаю свою обработку, это исправление геометрии. Дело в том, что любой объектив, и особенно этим страдают широкоугольные объективы, искажают пространство. Как правило, появляется бочка, а также затемнение по краям или винтирование. Но с помощью инструмента Lens Correction в Lightroom это легко исправить. Заходим в вкладку Lens Correction, выбираем эти две галочки. Первая удаляет хроматические аберрации, вторая как раз исправляет искажение объектива. То есть Lightroom автоматически определил, каким объективом была сделана эта фотография, и подбирает ей соответствующий профиль. Было, стало. Как мы видим, фотография вытянулась по углам, а также исправилось винтирование. Затем я хочу исправить перспективу пространства в кадре. Захожу в вкладку Transform. С помощью движка Vertical нижнюю часть переднего плана подтягиваю ближе к объективу. Таким образом, создавая больший эффект присутствия в кадре. С помощью движка Aspect я сплющиваю кадр, вытягивая столб вверх, делая его выше. Теперь движком Scale я возвращаю нижнюю утерянную часть. Теперь, чтобы убрать образовавшиеся пустые белые пространства, я иду в инструмент Crop, сдвигая рамки, обрезаю все лишнее. После каждого этапа обработки я его сохраняю с помощью снэпшотов. Сделать это достаточно просто. В левой стороне экрана нажимаем плюсик на вкладке Snapshot. По умолчанию предлагает выбрать имя. Можно оставить дату и время создания снэпшота и говорим создать. Теперь, в случае необходимости, мы всегда сможем вернуться на этот шаг обработки. Исправив геометрию, мы идем в вкладку Basic, где расположены основные движки для работы с фотографией. Баланс белого, яркость, контрастность, тени, цвета, текстура и насыщенность цвета. На данном этапе я планирую установить общий светотеневой баланс кадра, а также исправить погрешность баланса в белом. Делаем небо более холодным. С помощью инструмента Highlights мы убираем пересветы в нижней части палатки. Общий светотеневой рисунок, а также баланс белого мы исправили. Сохраняем этот этап обработки также в Snapshot. На следующем этапе я приступаю к выборочной обработке кадра. И с помощью серии градиентов я хочу проработать передний план. Добавить детализации на песке и вернуть теплый баланс белого. В итоге получился такой результат. Мы положили 5 градиентных фильтров, усилив освещение вокруг палатки, убрав в тень лишние части кадра. Кроме того, передний план мы сделали более теплый оттенков и добавили Clarity детализацию. Также этот этап обработки сохраняем в Snapshot. Следующий шаг. Когда мы накладывали градиент на звездное небо, то мы затронули верхнюю часть столба. Сместив в этой части камня баланс белого, но мне это не нужно. И чтобы это исправить, я воспользуюсь инструментом кисточка. Этот инструмент расположен в этой части нашей вкладки Develop. Выбираем инструмент и прорисовываем ту часть столба, где мы бы хотели вернуть баланс белого на обратный теплый тон. Чтобы увидеть область применения этого инструмента, достаточно навести мышку на эту черную точку. Красным выделяется область применения этого фильтра. Итак, выделили, теперь меняем баланс белого. Давайте посмотрим, как было и как стало. Этот этап также сохраняем в Snapshot. С помощью следующих двух градиентов я усилю наше внимание на Млечном Пути, на доминирующем объекте на этом столбе и на палатке. Как я это сделаю? Вновь переходим в градиент. Сохраняем в Snapshot. В итоге было так, стало так. То есть притянив края кадра, мы усилили с помощью светлых участков наше внимание на главных объектах на этой фотографии. Млечный Пути, столб и палатка. Было. Стало. Следующим шагом я хочу еще больше выделить Млечный Путь. Беру круговой градиент. Накладываю в той части неба, где проходит Млечный Путь. И добавляю детали. А также немного утепляю баланс белого. Делаем опять Snapshot. Было. Стало. Получился сильнее прорисован Млечный Путь. Было. Стало. Следующим шагом я корректирую цвет. Захожу в кладку Color. Сохраняем цвет. Делаю ярче свет наших дополнительных источников света. И чуть меняю оттенок палатки. Сохраняем Snapshot. Было. Стало. Следующий шаг. Я иду в настройки Calibration. Чтобы сделать общий теплый тон на переднем плане. Чуть более желтым оттенком. Таким более теплым. Оттенок получается содержит больше желтого тона. Закрываем. Делаем Snapshot. Было. Стало. Теперь я хочу усилить освещенное пространство вокруг палатки. Иду в круговой градиент. Мы усилили освещение пространства вокруг палатки. Но у нас появились в нижней части пересвеченные участки. Чтобы это исправить, есть интересный инструмент. Называется маска. Выбираем маску по яркости. Если поставим галочку Show Mask. Показать маску. Красным цветом увидим область воздействия. Этого градиента. Нас устраивает воздействие на этой области вокруг палатки. Но эту часть мы хотим исключить. Поэтому сдвинув ползунок Range диапазон. Таким образом. Пересвеченную часть палатки мы можем убрать из зоны воздействия градиента. Как это выглядит. Убираем галочку и смотрим. Было так. Сдвигаем буквально на одну единицу. И пересвет в нижней части палатки у нас исчезает. Сохраняем снайпшот. Смотрим. Было. Можно чуть откорректировать. Сместив световое пятно. В правую сторону. Таким образом. Было. Стало. И в заключении мы вносим финальные штрихи. С помощью инструмента «Тоновая кривая» я добавляю контраст на общую картинку. Еще больше высветляю светлые области. Было. Стало. И с помощью кругового градиента я выбираю возникший пересвет. Делаю снайпшот. На этом процесс обработки закончен. Давайте посмотрим, как у нас было и как у нас стало. Мы выделили звездное небо, сделали акцент на Млечном пути, усилили цветовой рисунок и затемнили лишние участки кадра, уводя их в ночь. Было. И стало. Еще раз подчеркну, это лишь базовая обработка фотографии. Если мы хотим получить более качественный результат, необходимо использовать Photoshop, маски и другие тонкие инструменты. Но бывают ситуации, когда нужно срочно обработать фотографию и выложить, например, в Instagram. И в этих ситуациях базовой обработки бывает вполне достаточно. На этом все. Если информация вам была полезна, ставьте лайк, а также подписывайтесь на мой канал. Впереди у нас будет еще много интересного и полезного.